И вот как-то у меня друг спрашивает, а ты читал «Чебурашка. Побег из психушки?» Я такой, нет. Чижний. Майни, мы с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала End Time, называется оно «Чебурашка. Психушки. Бизнес. Крокодила. Гены. И другие странные книги. Лихие продолжения». Я тебе же смотри, что там за лихие продолжения. Рушение безопасности движения. Скучно за End Time, обожаю. Я не могу сходиться. Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кодык выру. Самый кассовый российский фильм. Более 7 миллиардов рублей заработала картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Причин у подобного успеха несколько. Семейный фильм, новогодние каникулы, популярнейший персонаж. Да, москот суперпопулярный. И да, отсутствие конкуренции в кинотеатрах. Это для многих прям пунктик. Людям не на что пойти, вот и идут на это. Вот только почему-то Ивана Царевича 5 и Ёлки 9 встретили довольно прохладно. А вот Чебурашка тепленькая. Да потому что это хороший, добрый семейный фильм. Ну и сам Иван... Ой, господи. Ну вы поняли, предыдущие фильмы, мультфильмы, это уже настолько конвейер. ...интересным сюжетом. Вот это интрига. Хотя бы что-то новое, да. Из-за чего же Гена с дочкой поругался? Действительно держит зрителя в напряжении. И вот когда мы узнаем причину их конфликта, на душе становится... Горько. В целом тут почти у каждого персонажа есть какая-то психологическая травма. И спасает всех Чебурашка. Маленький, милый комочек доброты. Такой же добрый, как и в мультике. Такой же добрый, как и в книгах. Ёмаю! Кто не говорит о том, что происходило в книгах про Чебурашку? Нелегальная продажа алмазов, психушка, протма, авторитеты, крокодилы. Ну и... Нормально. Раз уж я теперь книгоблогер, давайте погрузимся в этот наглухо отбитый... Одобряем. Ну, обзоры книг одобряем. ...пост советского книжного Чебурашки. Лихие продолжения вернулись. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Продолжение. Знаете, крокодил Гена довольно крут. Он помог Чебурашке социализироваться... Ё-моё, микрофон поменялся уже три раза за видео. ...друзей, и забегая немного вперёд, он даже помог Чебурашке получить квартиру. Ничего себе. ...крокодил. Может, и не женился бы никогда. Да, в реальной жизни крокодил вам купить квартиру не поможет. Впрочем, может помочь другая репетилия. Питон. Ведь питон это универсальный язык программы. О-о-о-о-о-о-о-о, автор покушает отодобряемо. А этот автор тоже покушает. Вы знаете почему. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки в честь открытия, поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Если говорить о книжках про Чебурашку, то просто невозможно не упомянуть их автора, писателя Эдуарда Николаевича Успенского. Именно этот человек придумал Чебурашку, дядю Федора, братьев Колобков и даже Фиксиков. Более того, он писал такие передачи, как Радио Няня, АБВГД и Ка, и был причастен прямо или косвенно к огромному количеству мультфильмов. Можно сказать, он был министром детства. Неофициальным, конечно. В Союзе писатели Успенского не любили и всячески вставляли ему палки в колеса. Ему часто не давали печататься. Почему интересно? За времена Советского Союза про Чебурашку вышла всего одна повесть и две пьесы. А от огромных продаж его книг в СССР и за рубежом Успенский практически не получал ни копейки. Но затем резко все меняется. Приходит Горбачев, а вместе с ним... Капитализм, понимаете меня? И вот самое начало... На самом деле, для таких людей капитализм это спасение дичайше. Ну и вообще как бы... Блин, я не хочу это развозить. Сейчас начнут вот это в комментариях. Вот эти критики диванные. Мое мнение, мое мнение. Не хотите смотреть мое мнение? Не смотрите мой канал. Ё-моё, в конце концов, века я этого не понимал. Не нравится. Нравится. Добро пожаловать в мою приятную посидушку. 90-х годов. Основной трындец еще не настал. И Успенский с огромной радостью принимает перемены в стране. Впрочем, как и многие тогдашние жители СССР. Да благодаря ему... У нас есть... Фредди. Фредди. Бизнес крокодила Гены. 1992 год. В этой книге прям чувствуется весь оптимизм и даже в какой-то степени эйфория Успенского от нового строя. Впрочем, а почему бы ему не радоваться? Ведь теперь ему абсолютно никто не мешает писать столько книг, сколько он хочет. А самое главное... Это прекрасно. Получать за них деньги. Так вот, бизнес крокодила Гены это не то, чтобы художественное произведение. Это скорее гайд для будущих миллионеров. Я не шучу, так в предисловии написано. Мы научим вас, студенты, что такое дивиденды. Ну, а еще по всей книге тут раскиданы вот такие стишки, дабы юный читатель точно все усвоил. На самом деле, финансовая грамотность в наших странах вообще все очень печально. Очень печально. Потому что в Советском Союзе, наверное, вообще финансовой грамотности как таковой не было, по понятным причинам. То сейчас финансовая грамотность, потому что ее нигде не изучают, да, типа, ну, может, экономических там университетах, я не знаю, какая там программа, но чтобы быть финансово грамотным, надо самому это изучать. И я не скажу, что я невероятно финансово грамотный человек. У меня тоже капец как пробелов, и капец какой я иногда инфантильный в покупках. Но как бы полезно было бы знать многие вещи, которые иногда не знают. В сегодняшнем мире бесплатно даются лишь вздухи в квартире. Сюжет тут, конечно, есть, но он чисто номинальный. Крокодил Гена за время работы в зоопарке накопил нехилый капитал в виде 5000 простоквашек. И думает, куда бы их положить. Да, простоквашек, потому что действие разворачивается в городе Простоквашенске. Но не спешите бить себя в грудь и радостно кричать, что теперь Чебурашка и Простоквашина это одна вселенная. Простоквашенские вельможи сразу поняли подвох. Но трудным надо объяснять! Ведь в книгах, как и в мультиках, было обозначено, что живет Гена в Москве. Черт, первая страница, а лор уже шатает из стороны в сторону. Окей, давайте просто предположим, что Гена Чебурашка и все остальные персонажи... Это альтернативная сена, это же как Марвел, ребята. Просто переехали из Москвы, из этого ужасного места. Первые 12 страниц буквально раскрывают нам лор Простоквашенска и представляют отдельно каждого героя. Борис Лесопилка, банкир, африкан, колхозник. Это странно, ведь в дальнейшем по сюжетам практически не будут появляться. С валютой тоже какие-то странные дела. Все в этой книге считается в квашках и Простоквашках. Можно было бы предположить, что это для создания сказочного эффекта и намеренный уход от реальности. Но при этом тут постоянно упоминаются доллары, фунты и ни разу рубли. А добивает это все дело то, что персонажи обсуждают... Не, ну если это во время развала было создано, то в принципе, ну понятно. Тогда как бы, когда вот кошмар предошел с рублями, да, то можно и понять. Возможную войну с Якутией. Какие-то мрачные перспективы видел Успенский. Так вот, 5000 Простоквашек эквивалентно 5000 долларов. Тут и начинается путь крокодилы первой от левел-один-крум до левел-один-крум. Гена обращается к льву Чандру с вопросами, а как же ему правильно вложиться. Ведь лев является чуть ли не олигархом и считается одним из отцов города. Но тут только руками развести. Как это у вас получается, что они оба работали в зоопарке, оба, по идее, столкнулись с новым для себя строем, но лев при этом в такие короткие сроки стал олигархом? Ну, значит, Чандр водит Гену сначала в банк, где добрый банкир Рокфеллер рассказывает, как хорошо у него сделать вклад и взять кредит. Затем на тайное собрание добрых отцов города, где добрые олигархи решали, как вложить свои деньги в новое доброе дело. Да, если все было бы хорошо, так в 90-е особенно, да? Добрые олигархи. Нет, я, кстати, делаю, хорошие бизнесмены, но... А потом Гена пошел на биржу, где добрый брокер продал крокодилу акции военных компаний. Ну, вот просто... Добрых военных компаний? Шо они уточняют, капец. Смотришь на эти иллюстрации, где все мило улыбаются, и складывается все большее и большее ощущение, что ты читаешь какую-то агитку. Каприализм. Серьезно, да даже смешарики со своей финансовой грамотностью показывали более реальную картину мира, чем здесь. Ну, значит, Гена все это выслушал и решил не держать все финансы в одной корзине. Тысячу простоквашек он вложил в акции, что ему посоветовал Лев Чандер, еще тысячу на акции военного завода, тысячу положил в банк, и еще какое-то количество денег потратил на сигматизированный костюм Томаса Шелби. И две картины уличных художников. Типа, когда они умрут, их картины станут дорогими. План, конечно... Надежный, как швейцарские часы. Ну так, Гена стал миллионером? Надо было прибить тогда их, получается, быстрее. Нет, акции военного завода упали, художники не умерли, но самое интересное... Блин, грустно вообще-то. ...интересное вышло с акциями Льва Чандра. Следите за руками. Нам четко пишут, что Гена вложил в эти акции тысячу простоквашек. Однако у них в городе есть и другая валюта. Квашки. Сто квашек это одна простоквашка. Нелепо звучит, понимаю, но это важно. Так вот, Гена приобрел у Чандра 125 акций за тысячу простоквашек. То есть по 8 простоквашек за штуку. Акции выросли в три раза, и, казалось бы, вот оно единственное дело, что у Гены не прогорело. Но тут выясняется, что одна акция стоит не 8 простоквашек, а 8 квашек. То есть в 100 раз меньше. В смысле? И получается, что Гена вложил тысячу долларов, акции поднялись в три раза, и Гена, продав эти акции, получил 32 доллара. И я перечитывал... Мне кажется, или там запутался сам автор, или... Или Гену обманули. Хорошие олигарки! Взвести этот момент и никак не мог понять, а как вообще так вышло. Вариант тут только один. Его обманули. Лев Чандр крокодила Гену на... Объегорил. И сразу становится ясно, каким образом Чандр сколотил такой солидный капитал и стал элитой города. Плохой человек. Он не окончается. Знаете, я ожидал от книги с названием «Бизнес крокодила Гены». Бизнес крокодила Гены! Ну, знаете, что он производил какой-то товар, управлял людьми, прибыль получал. Ну да, по факту, тут бизнеса не было. Тут было на вложение. То есть вложение туда, вложение туда, это же не бизнес, это как бы инвестиции. Те, кто занимается инвестициями, это не бизнесмены. Бизнес, он должен тоже что-то иметь, например, свою. Открыть, например, какое-то свое дело. Даже парковку. Что мне в парковку в голову пришло, СТО свое открыть, да, кофейню, ресторан, производство булочек, производство сумочек. Ну, вы понимаете, вот бизнес. Этот Лев Чмандер гоняет по году. Даже можно сказать, что я бизнесмен, и производством занимаюсь, ой, извиняюсь, видео. Породу да на деньги кидает. Странная книга, конечно. И довольно скучная. Лехие продолжение. Крокодилу гений-миллионером стать не удалось. А вот Успенскому удалось. Конвейер детских книжек заработал на полную катушку. Крокодил гена и грабители. Чебурашка уходит в люди. Крокодил гена идет в армию. Чебурашка и грибы. Деревня чебурашей. Чего только не выходить. Ё-моё, вот это нормально. Вот это расписался, конечно. Но вот это проблема, наверное, когда... Вот знаете, когда запр... Это напоминает мне эту тему с детьми. Когда им что-то запр... Стучит страшно. Им что-то запрещают. А потом они отрываются. В возрастной жизни они начинают отрываться. И вот это то же самое. Ему запрещали писать книги. Ему не давали деньги. И он отрывается за все потраченное время, когда ему запрещали. Если бы ему изначально запрещали, у него был в свободу, уверен, что он писал бы просто более размеренно. И стоит сказать, это было уже куда интереснее не до путеводителя 92-го года. А, забейте. Деревня чебурашей рассказывает нам просто кучу лора о собратьях чебурашки. Что это был древний народ, который выигрывал чебурвойны, строил чебурализы, сидел в чебурнете, а потом все резко деграднули и стали жить в деревнях. Главные герои как раз живут в такой деревне. Вот они, кстати, на обложке. И, судя по фамилиям Папа Ти, Джунг Ли, можно предположить, что чебурашка имеет китайские, вьетнамские, а может даже и камбоджийские корни. Я был когда-то странной игрушкой, безымянной, в какой магазине никто не подойдет. Теперь я... Это рисунки нейросетей? Очень нет. Автор четко дает понять, что живут наши мохнатые герои в Африке. Апача Чупапиму няня не даст соврать. Апача Чупача. В бизнесе чебурлюди преуспели куда больше, чем крокодил Гена. Они подпольно продают алмазы на черном рынке. Ой-ой-ой. Почему же подпольно? Потому что существуют еще и белые чебурашки, которые не очень хорошо относятся к цеминным. И вот если белые чебурашки узнают о залежах алмазов цветных чебурашек, то сразу же это все дело заберут себе. Кто бы мог подумать, что в мире чебурашек есть расизм. Хотя, с другой стороны, это и не удивляет. Практически в каждой книге про чебурашку Успенский вставлял какую-нибудь остроту в сторону колонизаторов. Видимо, потому что и крокодил Гена, и чебурашка являются выходцами из Африки. И тема эта для них больная. А там вот типа, что там плана... В целом, другие книги более-менее нормальные. Мне было интересно узнать. Одна скрывается от милиции, в другой с ней сотрудничает, но чего-то прям мега экстремального там нет. Кроме одной книги, которую я запомнил на всю жизнь. Мы в начальных классах с друзьями часто посещали детскую библиотеку. И вот как-то у меня друг спрашивает, а ты читал, чебурашка, побег из психушки? Я такой, нет, а что такая есть? А такая книга есть. Только называется она «Похищение чебурашки». Сюжет начинается с того, что чебурашке не очень кайфово жить в телефонной будке. Сам же он работает игрушкой в детском саду. И описывается это прямо как в истории «Игрушек 3». При этом по лору он там суперзвезда, все его знают, все его к себе на праздники зовут. Его даже приглашают посетить Черно-Нигерию, страну между Африкой и Балканами. А тот отказывается, потому что режим в этой стране недостаточно демократический. Дух времени. Такой дух времени. Короче, несправедливый. Конечно, это да, душок времени. Интересно, да? На самом деле, интересно ознакомиться с данными произведениями. Вот тот момент. И вообще, как мир меняется. Считает чебурашка и пишет письмо мэру Москвы Юрию Лужкову, чтобы тот выдал ему квартиру. Ах да, Лужков, мой любимый персонаж вселенной чебурашки. Стоит упомянуть, что в дальнейших изданиях этой истории мэр стал дружковым, но интернет помнит все. Так вот, чиновники не особо стремятся выдавать квартиру бесплатно, ведь мы же помним, что в сегодняшнем мире бесплатно даются лишь вздухи в квартире. Но чебурашка теперь почему-то с этим не согласен. И он вместе со своими друзьями идёт на митинг перед мэрией с требованием выдать ему жильё. Ну дела. Это же революция в России. Квартиру ему таки выдают, и на новоселье практически каждый друг дарит чебурашке телевизор. Этих телевизоров становится так много, что чебурашка расставляет их по всей квартире и 24 на 7 смотрит. Нормально. И что-то у чебурашки поехало. Зверёк начал видеть галлюцинации. Гоблин в сортире, бандит под батареей и проклятый белый колонизатор в холодильнике. Короче, беда с башкой и гений ничего не остаётся, кроме как положить своего друга в психушку. Вот такие вот обороты набирает история. Неплохо, да? В психушке чебурашка находит много новых друзей. Мальчика, который тупо смотрит в стену и видит мультики. Трусливого подкроватного пацана и ещё какого-то чела, который в целом довольно адекватен и непонятно, как туда попал. И вот спустя какое-то время чебурашка вылечился. Он больше не видит белых колонизаторов и даже перестал писаться в кровать. Ура! Победа! Гена приходит забрать друга, но главврач ему это не даёт сделать, аргументируя это тем, что дети, находящиеся рядом с чебурашкой, быстрее выздоравливают от психических заболеваний. Он предлагает подержать зверька в больнице ещё полгода до полного выздоровления всех детей. Гадский главврач, попёр на святое, на личные свободы. А у нас, я напомню, дух времени на дворе, индивидуализм, какие ещё лечения больных детей. Не позволю! Ну, если он бы предложил, ну, как бы, может было договориться. А тут как бы просто это задержание, как бы... Чебурашку украсть. Сначала Гена приходит с подушкой на животе и якобы... Не, представьте, реально, вы сидите, не, не в тюрьме, ну, сидите, конечно, в психушке. Ну, ладно, вы там были больными, вы вылечились. И он говорит, слушай, рядом с тобой лечится быстрее, поэтому вместо того, чтобы поехать нормально жить, как бы, ты будешь до сих пор пить таблетки и, как бы, жить в психушке. Из развлечений тут можно висеть на батарее или на ручке повеситься. Ну, это не важно, как бы... Как тебе? Нормально? Ещё там полгодика? Ну, там... Потерпишь полгодика-то. Толстел, заходит в палату, заменяет подушку на чебурашку и покидает здание. Вот такой вот план. Но Гена не учёл, что их план услышал подкроватный пацан, который рассказал обо всём главврачу. И вот Гена приходит, врач хлопает Гену по животу и живот оказывается настоящий. Что? Главврач не учёл, что уборщица подслушала разговор о подслушанном разговоре. Она предупредила Гену, когда он обращается за помощью к своему пузатому, крепко сбитому другу Валере. Крокодил Гена, с**кин ты сын. Я в деле. Валера, как две капли воды, похож на Гену. Он навещает чебурашку пару раз и тем самым дискредитирует слова пацана. На третий раз уже приходит Гена с подушкой. Он раздаёт всем детям конфеты, даже подкроватному, и забирает чебурашку. Подкроватный бежит главврачу рассказать о случившемся, но пацан не учёл, что Гена, раздавая конфеты, дал ему липкие ириски, которые на время заклеили пацану рот. Когда конфеты рассосались, чебурашка был уже у себя дома. Вот это вообще, вот это, вот это, ничего себе. Он реально, это хотел сказать. Главврач хочет вернуть чебурашку любыми методами. Он пробовал его похитить из дома, детского сада, однако всё тщетно. И он решает засудить крокодила Гену, дабы по решению суда чебурашку снова отправили в больницу. И клянусь, последняя треть книги это долбанное судебное разбирательство крокодила Гены и главврача. Эта книга буквально Би-Муви от мира литературы. Кстати, да. Би-Муви шикарен. Лучше звонить адвокату. Итак, на стороне главных... Ребята, кто смотрел сериал Лучше звоните Солу? Скажите. Нормас, нормас. Можно его смотреть без Breaking Bad? То есть, они же вообще друг от друга отдельные, да? То есть, я Breaking Bad просто первый сезон в своё время смотрел очень давно. Я его не помню уже. Адвокат Волков. А на стороне Гены адвокат Зайцев. Нормальный пацан. По итогу, добро побеждает зло. Гена выигрывает суд, и Чебурашка теперь снова работает в детском саду. Одна из самых странных детских книг, которые я только читал. Да и мораль у всей этой истории настолько неправильная. Злодеем в этой истории выставляется доктор, который хотел вылечить всех больных детей. Я вылечу всех больных детей в мире. Ты ужасен! Ты просто не... Нет! Ну, это же не так! Там же мысль о том, что он его держал насильно. Ну, это же ничем... Это тоже неправильно. Это сказать, что... Нет! Это неправильно! Он не супер... Да, может, его побуждения были плохие, но действия, чтобы дойти до этих хороших вещей, он использовал отвратительные. Держать кого-то против своей воли, это держать кого-то в заложниках. Это нехорошо, блин. Почему? Почему эта мысль как-то нелогична? Это же логично. Я то же самое говорю. Я привёл пример. Никому бы не хотелось сидеть в психушке лишних полгода. Или даже вот вас похитили под хорошим предлом, да? Типа, вот вас похитили, но деньги, которые они с вас получат, они потратят на, не знаю, на лечение рака, да? Ну, круто, конечно. Прикольно, ребят. Очень позитивно. Вы молодцы. Но я не хочу быть похищенным, как бы. Вы не подумали? То есть, ну, тут как бы... Это... не совсем положительный персонаж, если он готов был похитить потом Чебурашку, уже который на свободе был. Я серьёзно ожидал, что в концовке они с врачом договорятся, и Чебурашка будет, например, по выходным навещать больных детишек и лечить. Не, ну так это договорится. Детей. Что забавно, в фильме тоже был момент, где Чебурашка лечил психически больного мальчика. И там всё это было обыграно куда лучше и правильнее. Так он тоже не воровал. Ну, в фильме-то его никто не воровал, пока я ни разу не слышал. Я не смотрел фильм, но там вроде никто его же не воровал. Тут немножко разные вещи, разные контексты, блин. Вообще, фильм, на мой судебный взгляд, куда глубже, чем кажется. И просто наполнен отсылками на жизнь самого Успенского. А вы же знаете, как я люблю отсылки. Так, местная Шапокляк директор шоколадной фабрики, которая строит козни главным героем. И это прямая отсылка на кондитерскую фабрику Красный Октябрь, с которой у Успенского были постоянные суды. А директора компании Анатолия Даурского Успенский в похищении Чебурашки назвал Анатолием Задурским. Всё по-взрослому. Вообще, сам персонаж Гена как будто является метафорой на самого Успенского. Такой же грустный, хмурый человек. И точно так же у Успенского были не самые лучшие отношения с дочерью. Если в фильме Гена сдал свою дочь в приют какой-то бабке, то жизнь оказалась куда страшнее фильма. В 80-е и 90-е годы были полны различных шарлатанов. Вся страна заряжала воду у телевизоров, верила в паранормальное и доверялась различным мутным личностям. Ой, ну 90-е это просто жесть. Успенский не стал исключением. Он поверил в чудодейственные методы лжеученого Виктора Столбуна и отдал свою дочь в его секту. Вернемся к Столбуну, потому что он работает сейчас не с алкоголиками, он работает сейчас с детьми. Вы своих бы детей отдали в эту школу? У меня дочь была несколько лет в коллективе Столбуна. Тогда не было школы, это был жидкий коллектив. Два года она была там. Ох, как она там много хорошего. Да, у Успенского были свои скелеты в шкафу. Если вы хотите более подробного раскрытия этой темы, советую. Мне кажется, опять же, идеальных людей нет. И опять же, то, что делает человек, не говорит то, что он во всех остальных вещах будет гений. Я знаю, очень много умных людей в своих сферах, которые невероятно в этом разбираются, но могут не разбираться в других сферах. И это нормально, невозможно разбираться во всем. Как работает мир, как сделано то, как работает это. Мы люди. У нас есть тоже какие-то определенные ограничения. И даже если пытаться разобраться во всем, ты не сможешь разобраться досконально. То есть, все равно ты можешь, ну, хорошо, ты можешь знать много вещей посредственно. Но какие-то определенные вещи, которые ты любишь, ты будешь знать очень хорошо. Например, ты занимаешься уже много лет программированием. Ты будешь хорошо знать программирование. Это значит, что ты хакер. Ты можешь понимать, что такое, как там взломать какие-то простые вещи, или ты можешь понимать, как вообще-то работает, но ты знаешь, что там хакер, да, хоть ты программист, многие почему-то не понимают, что программисты не хакеры, блин, это классика, и тем более ты не электрик, да, если ты программист, ну, то есть никто не мешает научиться или доучиться, или понять по мелочам, но, опять же, почему-то многие не понимают, что умный человек в одной сфере не является умным человеком во всех сферах. ...глянуть документалку, это Эдик, из которой я и черпал информацию для этого выпуска лихих продолжений. Выпуска, что является первой частью Развлакник Успенского из 90-х. Ну да, вы все правильно поняли, будет вторая часть, посвященная уже Простоквашино, а там дух времени настолько сильный, что можно задохнуться. Короче, впереди... Будет интересно, я понял. Финал. Хорошо. Концовка, получается? Ну, а на этом все. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал... Не, ну что я могу сказать? Интересно, интересно, что будет дальше. Ребята, приходите, подписывайтесь на канал Интайма, обязательно. Сейчас. И подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем удачки, всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok